Что значит для джиперов отправиться на природу? Во-первых, ты должен быть готов. Понадобится шлем и светоотражающий жилет. Еще нужен GPS-приемник. Без него на природу никак. Должен быть готов и твой автомобиль. Дело вот в чем. У спортсменов-джиперов машины делятся на категории TR. TR-1 это машины специально подготовленные для трофи. TR-2 машины прокачанные еще больше. TR-3 это уж совсем монстр-траки, переделанные из тракторов, трансформеров и танков. Еще есть TR-0. Это обыкновенные Нивы и оазики с завода. Вот их пилоты знакомятся со списком бортов, допущенных для участия в третьем этапе и заодно в финале. Кубка Орловской области по трофи-рейдам. Место за поселком Бойцовский Орловского района. 5, 4, 3, 2, 1, старт! Ах да! Спортсмену-джиперу нужен фотоаппарат. И чтоб на карте памяти не было никаких посторонних фоток. Потому что к концу гонки судьи захотят рассматривать снимки, на которых будут запечатлены исключительно член экипажа, контрольная точка, которую нашли по координатам, и машина. Кстати, вот неожиданно закончилась дорога. Но участникам трофи только того и нужно. Эй, что случилось? А добирались спортсмены вот до этой точки. Что-то не рассчитав, они подскользнулись и воткнулись в грязь, которая оказалась сильнее жен этих джиперов. Потому что те их сюда отпустили, а грязь обратно нет. Пока зритель думает, какие слова более всего подходят для описания данной ситуации, мы отвлечемся. И расскажем, что всего в соревнованиях приняло участие 17 машин в трех категориях. Это были экипажи, представляющие не только Орловскую область, но и гости из Брянска, Курска, Железногорска. Трасса рассчитана на 7 часов. И рассчитана она была так, чтобы на ней не было и следа от тех телят, которых не гонял Макар из поговорки. В каждой категории по-разному. В категории ТР-1 32 точки, в туризме и ТР-0 где-то по 28 точек. Ну, протяженность, общая протяженность где-то километров около 60. Традиционно провела вся Федерация автомобильного спорта Орловской области. От ее командира знаем, что в этом сезоне в трофе пришли новички, три экипажа. Это уточнение специально для тех, кто считает, что трофе-спорт очень затратный и ремонтоемкий. И что лучше уж шашки. А нет. Если и вы хотите туда же, в грязь и колдобины, попробуйте узнать детали уже на следующих покатушках. Мероприятие будет не соревновательное. Задача перезнакомить джиперов разного уровня и опыта. Сергей Быковский, телеканал Первый областной.